Воркаут в фитнес-городских улиц Воркаут в фитнес-городских улиц То есть вам нужно научиться распределять свое время в течение дня таким образом, чтобы на все хватало Конечно, может показаться, что у некоторых людей мало времени свободного, а у других его чересчур много Но, в принципе, 24 часа они у всех есть. Они есть у вас, они есть у меня. Они были у Леонардо да Винчи, они были у Никола Теслы, они были у Томаса Эдисона, они были у Линкольна. Как бы это одни и те же 24 часа, поэтому вопрос не в том, сколько времени у вас есть. Вопрос в том, как вы его используете. И об этом мы поговорим сегодня. Хочу сразу предупредить, что те вещи, о которых я буду рассказывать сегодня, они банальны, они просты, они очевидны, и они настолько же эффективны, если их действительно выполнять. В общем, я вас предупредил, поэтому приступим. Шаг первый – это видение. Когда вы отправляетесь в какое-либо путешествие, вы обязательно чётко себе представляете, куда вы хотите попасть. И не только потому, что вряд ли кому-то понравится просто скитаться так по земле, хотя это и может быть романтично, но и потому, что если вы не знаете, куда вы хотите попасть, то даже если вы там окажетесь, вы не будете знать, что вы достигли желаемой цели и не поймёте, что делать дальше. С вашей жизнью всё абсолютно то же самое. Если вы хотите чего-то достичь, то первым делом нужно определиться чётко, чего именно вы хотите достичь. И самый простой способ это сделать называется визуализацией. Вы закрываете глаза и представляете себе, как выглядит ваше будущее, кем вы являетесь, что вы делаете, что вас окружает, чем вы занимаетесь. Всё-всё-всё до мельчайших подробностей. Горизонт и визуализация обычно составляют от одного года до десяти лет. Тут уж вы выбирайте сами, какой промежуток вам интересен. После этого откройте глаза и запишите всё на листочек, максимально-максимально подробно, ничего не упуская. Таким образом, этот листочек будет являться представлением вашего желаемого будущего и отправной точкой в вашем путешествии. Теперь у вас есть две составляющие. Не только ваша действительность, то есть то, где вы сейчас, но и ваше будущее, желаемое, там, где вы хотите оказаться. Всё, что вам осталось сделать, это поставить точки пути, проложить маршрут из точки А в точку Б. И тогда вы достигнете желаемого результата. Эй, я не говорю, что это будет легко сделать, но если этого не сделать, то вообще ничего не будет. И здесь мы переходим ко второму шагу – избавление от мусора. Дело в том, что как только вы определились со своим желаемым будущим, у вас появился инструмент, который позволяет вам оценивать всё то, что вы делаете сейчас на предмет, приближает ли оно вас к желаемому будущему или не приближает. Тут, может быть, всего две оценки. Всё, что относится к второй категории – смело выбрасывайте, прекращайте это делать и прекращайте тратить на это своё время. Вам нужно сфокусироваться на том, что движет вас вперёд. Ходят слухи, что однажды Микеланджело спросили, как им удаётся создавать такие прекрасные скульптуры из камня, на что мастер ответил – я просто отсекаю лишнее. То же самое и с вами, просто отсеките лишнее из вашей жизни, и оно намного улучшится, поверьте мне. И теперь мы переходим к третьему шагу. Это непосредственно самый сложный шаг. где нужно начинать делать дела. То есть, если вы убрали всё лишнее, сфокусировались только на том, что нужно сделать, ну или почти только на этом, потому что всем хочется отдыхать, всем хочется расслабляться, отвлекаться. Это тоже нужно делать. Перед тем, как приступать непосредственно к выполнению дел, стоит сделать ещё одну небольшую вещь – следует разделить дела. Для этого я предлагаю воспользоваться инструментом, который получил название «Матрица Эйзенхауэра». Его суть в том, чтобы все дела разделить по двум категориям – важность и срочность. Таким образом, у нас получаются дела важные и срочные, важные, но не срочные, неважные, но срочные, и несрочные и неважные. Например, итоговый экзамен, который у вас будет в конце года – это важное, но не срочное дело. А вот контрольная по химии, которая состоится уже завтра – это и важные и срочные. Вам нужно сфокусироваться на том, чтобы делать дела из первых двух категорий, то есть важные и срочные, и важные, но не срочные. И чем больше вы будете делать дела из второй категории, тем меньше их будет накапливаться в первой. То есть, если вы начнёте готовиться к итоговому экзамену заранее, а не в ночь накануне, то в день экзамена вам нужно будет только немножко всё повторить, но вы уже будете готовы. И это относится не только к учёбе или к работе, или к каким-либо другим вещам, это, в принципе, по жизни относится ко всем делам, которые у вас есть. К примеру, срочного, но неважного дела может быть телефонный звонок или e-mail, который вам пришёл, на который вам нужно срочно ответить. Но с такими делами лучше всего сразу расправляться и забывать о них, и фокутироваться на более важных вещах. И, наконец, четвёртая категория дел – это неважные и несрочные. По идее, от этой категории вы вообще должны были избавиться ещё на втором шаге, но если она ещё осталась, пускай будет. Просто помните, что все эти дела и всё то время, которое вы на них тратите, вы можете тратить больше пользы для долгосрочной перспективы и для достижения вашей желаемой цели. Конечно, иногда бывает сложно отвлечься от посмотра любимого сериала, очередной серии, или не такого любимого сериала, или закрыть сайт с Википедии с пятой уже по счёту статьёй. Но это тренировка силы воли, вам нужно учиться это делать, если вы хотите добиться успеха в жизни. Поэтому старайтесь сократить время затраченного на эти дела до минимума. Вот и всё на сегодня. Как я вот предупреждал в самом начале, все те вещи, о которых я сегодня говорил, они очень простые, они банальные даже местами, но они эффективны, и они вам помогут, если вы научитесь их применять. С вами был Антон Кучумов. До встречи в следующих видео. Пока! Продолжение следует...